Парадигмы и базисы хорошего архитектуры и дизайна. Итак, сразу я начну с introduction, потому что все, что я сегодня буду говорить и рассказывать, это все базируется на моем опыте за годы, которые я получил на разного количества проектов. Эти вещи будут довольно-таки спорные, то есть их можно будет оспорить, но, тем не менее, оно очень хорошо все работает. Итак, начнем с agente, я расскажу про интерфейсы, зачем оно, как оно, и почему их нужно все-таки использовать. Дальше расскажу, почему наследование является великое зло в ВВП. Расскажу, что может быть, если использовать статические вызовы. Дальше немножко поговорим про солиду, потом расскажу слоя от data access layer, расскажу, почему нужно переносить логику в сервисы, почему нужно быть осторожным с фрейморками и, собственно, сделаем небольшой conclusion. Итак, начнем с простого интерфейса. Я думаю, что интерфейсы в .NET и в Java – это самые основные сущности, самая основная абстракция, которая есть. И они очень-очень полезны. Почему-то в народе бытует мнение, что если вам нужно сделать несколько реализаций, то только в этом случае нужно использовать интерфейс. Но это далеко не так. Потому что, если вы посмотрите на эту картинку, мы здесь видим класс, абстрактный класс, некоторый саб-класс и так далее. Между этими объектами, ну, между этими сущностями существуют определенные взаимосвязи. Вот. И если представить, как в OOP взаимодействуют объекты между собой, то вы поймете, что между каждым взаимодействием одного объекта с другим существует определенный контракт. Для того, чтобы упростить жизнь, этот контракт описывается с помощью интерфейса. Ну, то есть интерфейсы вводят контракты между одним объектом и другим. Давайте немножко отойдем куда-то от темы сущности контракта. Вас расскажем проще. Допустим, у вас есть база, допустим, у вас есть класс, который должен обработать какую-то информацию. Допустим, вывести что-либо на экран откуда-то. И вы хотите его реализовать. Ну, для реализации этого класса вам нужно считать откуда-то данные. Но считывание данных требует подключения, например, коннекшена или считывания с файла или считывания еще какого-то и требует реализацию еще одного класса. То есть класс А требует реализацию класса Б. В свою очередь класс Б может требовать еще, например, считать настройки какие-то, которые у вас где-то хранятся или, ну там, что-либо еще сделать. Соответственно, требует реализации еще чего-то. Таким образом, вы можете сказать, что в этом интерфейсе мы говорим, что у нас есть метод прочитать какие-то данные. И просто можете отложить реализацию этого класса до лучших времен и заниматься уже непосредственно тем, что вы реализуете в классе А. А. То есть этот подход с использованием интерфейсов, он делает более настоящим, то есть более легким TDD Cycle, то есть Test Driven Development. Он делает методы меньше и он делает связь между классами более гибкой, то есть разрывает зависимости. Дальше. Допустим, у меня был пример с моей практики, когда мы разрабатывали некоторое приложение, которое позволяло запускать MS-тесты, то есть Microsoft Unit-тесты, без использования Visual Studio, ReSharper, TeamCity и всех остальных вещей. Но требование стояло такое, чтобы в процессе выполнения тестов вы, ну то есть сам Test Runner клиент выводил определенные логи. Как вы видите, это довольно-таки комплексная задача, которая требовала реализации определенных, ну то есть определенный UI у вас должен был быть, у вас должен был быть движок для запуска этих Unit-тестов и у вас должна была быть структура, которая позволяла сохранить эти репорты для этих, собственно, Unit-тестов. Каким образом нам давалось на эту задачу 4 недели для того, чтобы сделать это приложение? Каким образом сделать 4 приложения, имея 8 разработчиков? То есть для того, чтобы это сделать, мы прежде всего разбили эту систему на модули и сделали контракты. Контракты мы описали интерфейсами, что, например, у меня я описал ядро, соответственно, я говорил, что у меня есть интерфейс iRunner, который запускает один Unit-тест или же группу Unit-тестов с такой-то библиотеки, ну и просто описывал методы. А дальше люди просто дергали МОК до тех пор, пока реализации не было написано. То есть интерфейсы очень замечательно позволяют распараллелить разработку. Дальше. Интерфейсы очень хорошо позволяют расширять логику. Ну, то есть, допустим, вам нужно реализовать некоторый класс, который будет с той же базой данных работать. У вас есть запись в эту базу данных, у вас есть чтение с этой базы данных. Если вы знаете, то операции чтения и записи по скорости выполнения очень серьезно отличаются. То есть, у вас скорость записи в базу всегда будет медленнее намного, чем скорость чтения из базы. На высоконагруженных системах это становится небольшой проблемой. Потому, ну, в случае роста продукта или в случае роста объемов данных, желательно делать отдельно методы на чтение запихивать в один интерфейс, а методы на запись запихивать во второй интерфейс. К большому счастью, C-Sharp, как и Java, собственно, позволяют реализовывать два, три и более интерфейсов в одном классе. То есть, вы просто одному классу таким образом присваиваете дополнительные роли. Например, этот класс умеет записывать и, например, умеет читать. умеет читать. Но, тем не менее, вы обращаетесь к ним через интерфейс. Дальше. По поводу scalability. То есть, такие классы, как я рассказывал на примере, они очень замечательно как и расширяются, то есть, с помощью создания других интерфейсов. Дальше. Поговорим немножко о собственном наследовании. По моему большому мнению, точнее, не большому, но все-таки. По моему мнению, наследование – это самое огромное зло, которое есть. Но даже не наследование является злом, а злом является то, каким образом люди используют это наследование. Есть несколько предупреждений по поводу наследования. Первое. Специально для наследования были придуманы некоторые метрики, которые позволяют сказать количество наследований в коде. То есть, так называемая глубина дерева наследования. Чем больше эта глубина, тем больше ваш код является сложным. Его намного сложнее понять. Допустим, кому доводилось дебажить такие структуры, когда один класс наследуется от другого, от третьего, от четвертого. Там что-то везде переопределяется. Кто-то кого-то с базового, не с базового вызывает и так далее. Или вы прыгаете дебаггером по этим разным классам и пытаетесь понять, что здесь происходит. То есть, это сложно понять и даже сложно правильно реализовывать такие вещи. Следующая проблема является то, что будущее поведение, то есть, будущее, не теперешнее, а будущее поведение, которое вы наследуете с класса, оно тоже у вас наследуется. То есть, что это дает? Казалось бы, ну, наследую этот класс, допишу до него экстеншен и так далее. Но проблема заключается в том, что, возможно, вам нравится текущая реализация этого класса. То есть, вы с ней хорошо ладите и все хорошо. Но, допустим, разработчики решили через некоторое время поменять реализацию класса, добавить несколько методов или добавить несколько оверайдов этих методов. То есть, добавить несколько виртуальных методов, которые вам, в принципе, были не нужны, но очень полезно было контролировать их. Проблема в том, что .NET никогда вам не скажут, что поменялось в том классе, от которого вы наследовались. То есть, он может выглядеть точно так же, но, например, вы оверайдили все способы создания объекта, кроме новых, а разработчики ввели еще один. И, соответственно, этот новый способ вы уже никак не покроете и даже не будете знать, что он появился в этом классе. С интерфейсами, соответственно, дело обстоит намного проще. То есть, вы сказали, что у вас есть метод, вы добавили его в интерфейс, и как только вы попытаетесь скомпилить это все, то C-sharp скажет, ага, не компилиться, поскольку такой метод не заимплеменчен. Следующий такой огромный минус, то есть, наследование является очень долгосрочным контрактом. То есть, этот контракт, который не может, ну, то есть, не может меняться. Дальше. Соответственно, допустим, вы снова таки наследовались какого-то класса, и этот класс начал использовать JSON-серилизацию, или еще какую-то серилизацию CertParty. Это значит, что вы раньше не хотели, ну, собственно, добавлять в свой проект это CertParty, но уже просто обязаны это сделать, поскольку ваш парен класс ввел эту зависимость. То есть, зависимость более серьезно начинает распространяться по вашему проекту. Дальше. Еще, ну, вывели очень замечательную такую штуку, называется Protected. То есть, в чем основная функция Protected? Protected вводит правило, что этот класс, ну, то есть, этот метод этого класса, который вы пронаследовали, должен быть доступен только вам. То есть, вы делаете методы определенные, доступные вашим наследникам. Но проблема заключается в том, что Protected работает не только так, что он вводит, ну, дает право наследникам распоряжаться этим методом. Он также дает право открыть этот метод наследникам. То есть, я пишу, например, public, и внутри метода просто дергаю метод вашего класса, ну, то есть, от которого я пронаследовал. Соответственно, это полностью ломает инкапсуляцию. То есть, инкапсуляции уже в этом случае нет, и речи быть о ней не может. Дальше. Теперь статические вызовы. Что плохого в этих, ну, в этом куске кода? Если вы посмотрите, вы видите, что здесь строчка есть FileExist. Она проверяет или существует какой-то файл. Проблема вызова статического метода в том, что вы, опять же таки, таким маленьким, супер простым вызовом интродюсите дополнительные dependency. Dependency на что? В первую очередь, на файловую систему. То есть, оно на уровне файловой системы проверяет, существует ли этот файл или не существует. То есть, обычно такие вызовы нужно, ну, все статические вызовы, например, которые вы хотите использовать, ну, именно которые вводят dependency на внешние системы, там, проверка файла, чтение файла, либо еще что-либо, желательно, желательно выносить в определенные менеджеры и реализовывать их через интерфейсы. Таким образом, этот код можно было бы проверить, если бы мы вызывали это все через, ну, как бы через mock. А так мы обязательно должны положить этот файл в определенное место и проверить, существует ли он. Хотя этот вызов, ну, в юнитесте будет абсолютно бесполезным и даже глупым. Дальше. Console.WriteLine. Ну, по поводу Console.WriteLine это слишком простой пример, то есть, но, тем не менее, тоже статический вызов и configuration manager, который читает с application setting определенный setting, тоже является таким dependency, который вводится на конфигурацию вашего приложения, то есть, на app.config.file. Соответственно, это тоже нужно выносить в отдельный settings manager, который должен вызываться, ну, который, чтобы вы имели возможность это замокать. То есть, такой подход, ну, в сложных приложениях, которые выходят за грань HelloWorld, он очень-очень вреден. Это я показал только такие common-вещи. Но, на самом деле, прежде чем вызвать какой-то статический метод, я очень рекомендую задуматься над тем, тянет ли этот статический метод что-либо еще. Дальше. Давайте поговорим о solid-принципах. Первый принцип – это у нас single responsibility принцип. То есть, он гласит о том, что класс, класс или метод должен делать что-то одно. То есть, если у вас класс или метод делает что-то разное, допустим, вы хотите что-то добавить в базу данных, да, и в этом случае вы должны что сделать? Вы должны провалидировать, ну, или объект правильный, там, и так далее. Дальше. Вы должны, возможно, этот объект модифицировать каким-то либо образом. И дальше, соответственно, сделать, ну, определенный wrapping, то есть обернуть exception, если он вдруг возникнет с базы данных свой exception и пробросить его наверх. Вот. То есть, как мы видим, здесь уже у нас три responsibilities этого метода. То есть, это уже что-то не так. Ну, это только первая часть. Если вы видели, наверняка в вашей практике встречалось очень много методов, которые занимают там 50 строк, 100, 200 или 300 строк кода. Этот метод называется God Method, то есть метод бог, который делает просто все и сразу. Эти методы нетестируемы, они вводят дополнительную сложность вашего кода, они связывают другие классы и так далее. То есть, ну, со временем эти методы начинают приносить вам больше неприятностей, чем решения. Дальше. Следующий принцип – open-closed принцип. То есть, что он говорит? Он говорит, что все ваши классы должны быть открыты для расширений, но закрыты для модификации. Ну, в принципе, если вы стараетесь не использовать наследование, то с этим принципом вы никогда не столкнетесь, он вам в целом не нужен. Этот принцип был сделан, как и следующий, для того, чтобы ввести определенные правила наследования объектов. то есть, как и list-code substitution принципы, ну, такие open-closed принципы и list-code substitution говорят о том, каким образом можно делать вам наследование, если оно вам очень-очень сильно нужно. То есть, главная цель – это безопасность наследования. Давайте теперь поговорим о list-code substitution. То есть, что это значит? Если, ну, вы поройтесь в Википедии, вы наверняка найдете пример с квадратом и прямоугольником. То есть, когда у вас есть прямоугольник, вы подумали, ага, квадрат – это что же прямоугольник? Ну, тогда вы берете и наследуетесь от квадрата. И думаете, опа, как же так получилось, что мы пронаследовались, все классно, теперь давайте сделаем так, чтобы обеспечить все это квадрат, что, ну, наш квадрат является квадратом, мы при изменении ширины будем менять его длину. И опа, вы уже сделали все классно, но нарушили этот принцип. То есть, у вас теперь тот человек, который использует прямоугольник, нифига не будет ожидать, что он, когда поменял ширину, у него и поменялась длина. То есть, вы нарушили принцип LSP. То есть, нарушили работу вашего parent-класса. Чего делать нельзя. Потому что вводят дополнительные баги. Дальше. Интерфейс Aggregation. Ну, собственно, я уже о нем рассказывал. То есть, если у вас есть определенные... Лучше иметь кучу маленьких интерфейсов. Например, если у вас есть UserWrite. Ну, то есть, записать пользователя в базу, считать пользователя с базы и так далее. То есть, их всех лучше, но эти функции выносить в разные, в разные группы интерфейсов. А потом просто, если у вас есть один класс, которым это все удобнее просто хранить, вы очень легко можете запихнуть три интерфейса, например, сказать, что мы реализуем такие-то три интерфейса и, собственно, их реализовать в одном классе. Это не является проблемой. Дальше. Дальше. Dependency Inversion Principle. То есть, в последнее время появилось очень много различных IOC, то есть Inversion of Control, Pattern и всяких контейнеров, которые, собственно, хранят зависимости. То есть, это как раз пошло отсюда. То есть, Dependency Inversion говорит нам о том, что класс, в котором вы находитесь, не должен решать, какие зависимости ему нужны. То есть, если вы, например, изобретаете какой-то File Manager, который проверяет, существует файл на диске или не существует, это значит, что этот класс не должен создавать у себя в конструкторе или где-то ни было этот File Manager. То есть, кто-то извне должен заниматься решением, какую dependency, то есть, какую зависимость в этот класс передать. Ну, собственно, если вы будете следовать всем этим принципам, то ваш код станет намного проще, чище и будет создавать вам намного меньше проблем. Также следует не забывать о следующих таких тоже простеньких принципах, как Dry, Don't Trick It Yourself. То есть, старайтесь не повторять код, который вы уже написали когда-то. Ну, то есть, не создавайте дубли в коде. Keep it Simple Stupid. Чем более простой код, тем лучше для вас. То есть... И Ягни. You are gonna need it. Старайтесь не решать тех проблем, которых у вас еще нету. То есть, например, попытки бороться с перформансом на уровне, когда этих... Ну, бороться с перформансы еще, когда у вас еще, ну, нету этих перформансов еще. Это абсолютно дурная трата времени. Поскольку, ну... Пока у вас нету проблемы, старайтесь ее не решать. Делайте это просто-просто. И не вводите дополнительных ненужных зависимостей. Дальше. На протяжении того, как я программировал, я пришел к выводу, что в любом случае нам нужен некоторый Data Access Layer для получения доступа к базам данных или же к определенным источникам данных. Будет правильно сказать так. То есть, ну, на картинке вы видите, что у нас есть база данных, кэш и какая-то ERP-система. Соответственно, для каждого из этих вот, ну, источников данных мы должны написать свой собственный DAO. Для чего это нужно? Первое. Вы полностью переносите ответственность за управление данными в эту прослойку вашей бизнес-логики. То есть, вашего Persistence Layer. Вы говорите, что у меня вот есть репозитории, которые управляют для юзера, для месседжей и так далее. То есть, вы говорите, что она умеет сохранять, модифицировать и удалять с базы данных какие-то вещи. Ну, с источника данных. Таким образом, если у вас база данных поменяется, либо у вас добавится еще один источник данных, то у вас в этом случае, ну, очень мало придется сделать изменений в реальном ходе. Допустим, ситуация из практики. Мы раньше когда-то сохраняли логи в базу данных, то есть, но со временем, из-за увеличения количества пользователей и количества логов, которые генерировались, эта база стала очень, ну, эта таблица в базе данных стала очень неудобной. Мы пытались ее, ну, собственно, немножко масштабировать, то есть, разбивали на разные таблицы, базируясь на дате. Ну, все-таки это работало медленно и очень муторно. Соответственно, мы в один прекрасный момент поняли, что эта таблица представляет собой, ну, некоторую документоориентированную структуру. А для хранения документов лучше всего использовать NoSQL. И мы, соответственно, все логи начали сохранять в MongoDB, что очень существенно разгрузило базу данных. То есть, мы уже не испытывали проблем, когда кто-то с ней, ну, то есть, запросы ушли, чтение и запись логов в NoSQL, а база данных вздохнула с облегчением и начала работать более-менее нормально. Вот. То есть, вот такой пример с практики. Дальше. Желательно перемещать всю вашу логику в сервисы. Как я и описывал ранее, то есть, у вас есть Data Access Layer, который сохраняет в базу данных что-то. Ну, допустим, вам нужно сделать целую транзакцию. Что означает транзакция? То есть, вам нужно сделать так, чтобы, допустим, какой-то ордер, ну, выполнился в базе данных. То есть, вам нужно со счета пользователя снять деньги и на другой счет начислить. Соответственно, это целая транзакция, которая требует модификации нескольких объектов. Соответственно, таким образом сервис у вас будет работать с несколькими, ну, с несколькими сущностями, такими как юзер и такими как его, там, аккаунт. Ну, допустим. Вот. Для того, чтобы дал не вызывал дал, ну, то есть, чтобы это не было таким нонсенсом, вы это все инкапсулируете непосредственно в сервис. То есть, сервис говорит процесс чекаут. И, соответственно, он уже выполняет некоторые операции с разными далами, которые ему нужны. То есть, таким образом можно очень легко замокать дал для того, чтобы выполнять те же юнитесты. И с третьей стороны, и со второй стороны, код становится более простым. То есть, у вас идет определенная сингл-респонсибилити на дал, то, что он записывает в базу данных. А сервис исполняет собой некоторую бизнес-логику, которая выполняется над разными операциями. Дальше. Будьте очень осторожны с фреймворками. Самое основное, что? Каким образом отличить фреймворк от библиотеки? Например, если вы добавляете референс какой-то, например, на JSON Serializer, это является библиотека. Но если вы пытаетесь интегрироваться с такой вещью, как призм, для дживистов, это, например, может быть Spring, то, соответственно, фреймворк начинает вам рассказывать, каким образом вам писать код, что делать. И организует очень существенно, ну, организует структуру вашего кода. То есть он внедряет ваш код, что приводит к тому, что если вдруг этот фреймворк больше вас не устраивает, например, вы захотели использовать этот фреймворк, но он показал свою медлительность в работе с базой данных, то дальше вам будет, ну, если вы просто использовали его, то вам будет очень сложно выпилить его из-за того, что вы очень сильно завязались на разные линкью запросы. Вот. По этой причине, ну, нужно быть очень и очень аккуратным с дополнительными фреймворками, которые вы хотите использовать. Если, ну, еще раз определение, если та библиотека, которую вы добавили себе в проект, существенно модифицирует структуру вашего кода и требует, ну, определенных правил написания, это является фреймворком. Если она добавляет определенный функционал, который вы можете в любой момент выкинуть и заменить другим, это просто обычная библиотека. Вот. Собственно, как-то так. И следующий, ну, восьмой пункт, что если. Часто у нас на собеседованиях спрашивают там три принципа ООП, если называют, что не совсем дурак, и задают такого плана задачки. Что будет, если класс, мы объявим класс А от класса А, наследуемся от Б, а здесь идет перекрытие метода, а потом бы снова еще раз перекроем этот метод, а дальше напишем здесь такой вот тестовый метод, а тут еще что-то залепим. Ну, вообще, это немножко глупо. Хотите знать, что произойдет, напишите юнит-тест, и у вас, ну, все заработает и будет, как бы, понятно. А зачем интервьюсить такие сложности? А вы прикиньте, если это все обвернуть там всякими хибернейтами или же entity-фреймворками, добавить туда еще рейкса кучу дополнительных методов и так далее, еще сделать виртуальные методы. То есть это будет настоящий хелл. То есть модификация одного метода может поломать все абсолютно, что у вас есть. То есть, ну, конечно, на собеседовании могут задавать такие вопросы, но, по моему мнению, это очень глупо. Это не показывает ни уровень программиста, ничего. Что он умеет разгребать кучу разного говнокода. Как-то так. Хорошо. Дальше. Конклюзион. Что я хотел сказать этим всем. То есть, главная мысль, которую я хочу донести, то есть, что некоторое из того, что я сказал, оно имеет очень серьезное зерно для того, чтобы улучшить ваш код и сделать его более простым для понимания. Как сказал, не помню кто, настоящий программист должен быть очень ленивым. То есть, ленивый программист пишет код так, чтобы потом его не переписывать еще раз. В целом, это все. Потому, давайте задавайте вопросы, если у кого какие есть. Привет. У меня вопрос о наследовании. Меня хорошо слышите? Так. Скажи, пожалуйста, если наследование, как ты сказал, что это зло, то в каких случаях я его лучше использовать, яких его лучше не использовать, и чем его можно, в принципе, заменить, чтобы все были счастливыми? Чтобы все были счастливыми, ну, смотрите, тут очень сложное вопрос, насколько есть две дороги реализации и исследования. Это, первое, это, так называемое, компонирование. То есть, когда ты разносишь различную логику по интерфейсам, а потом это все компонируешь в один класс, который эту логику из разных интерфейсов использует. То есть, теперь ты получишь, получишь, получишь то же самое исследование. То есть, то есть, сейчас я попробую намалювать, что я пытаюсь быстро. Если я на следовании могу представить вот так, то композицию, то есть несколько классов использования можно представить вот так. Сейчас, секунду. А. Так. И вот так. Видишь разница? То есть в данном случае полностью объект расширяется, а в другом случае ты просто додаешь функционал этого объекта до великого, то есть использующий интерфейс. Это композиция. Композиция и следование. Угу, ясно, добрый, дякую. Еще питание. Аго, если спросить, то нужно активировать микрофон. Как бы активировать. Так, здаётся, мы... Не знаю, кто-то запитывался, но нет. Хлопцы, есть у вас вопросы к Леониду? Розмютуйтесь, хлопцы. Хлопцы, есть у вас вопрос к Леониду? Ага, наверное, это очень простая презентация, чтобы выключить какие-то вопросы. Ну, нет. А не, если оно было интересно, просто иногда исследование, я бы не сказал, что оно таким злом. Залежит, насколько оно глубокое. А если оно не так глубокое, то это не зло. Это нормально. А если ты действительно там уровень вложенности четверти-пяти, то там действительно такие связи. Это, на мою думку, так. Так вся реализация паттернеров, то есть как три мета, то есть абстрактная фабрика. Ну, не все побудованы кришно-паттернами, но все там на наследовании, окрім, по-моему, синклтона и прототипа. А что до этих паттернеров, которые были построены, они являются достаточно старыми, как Abstract Factory и другие. И сейчас, ну, в современных дизайнах, я смотрю, как люди реализуют, то они почти этого не используют. Все реализуется через Dependency Injection и IOC. Угу. Леонид, у меня вот такой вот вопрос, Игорь. Смотри, ну, так как ты, наверное, очень обращаешь внимание, я смотрю, вот, когда мы пишем тут, в принципе, то очень мало людей используют модификаторы доступа, такие как сил. Вот, то есть они даже не запрещают наследование. То есть, в принципе, для меня это, например, как знак, то, что его можно наследовать. Если там есть сил, то я задумаюсь, можно его наследовать или нет. Ты как-то пытался в команде обучить людей, ну, я как-то пытался рассказать, что сил это будет быстрее, потому что там будет меньше инструкций к этому классу и тому подобное, и что не надо наследоваться. Ну, то есть как-то так защищать. Да, я пытался делать сил, но больше всего первое, чему нужно научить команду, это использование интерфейсов. Если люди научатся понимать, зачем нужны интерфейсы и как их использовать, то тогда научить силу будет намного проще, они сами к этому придут. Если они не используют интерфейсы, а просто, ну, пишут код, это, ну, тогда бесполезно их обучать силу. Ну, на моем мнении, так. Ну, просто с интерфейсами, ну, когда научишь, это же не получается наследование. Интерфейсы говорят, как, ну, то есть, именно что делать. Они не несут никакой функциональности в себе просто. Естественно. Поэтому, как-то наследование тяжело, мы имплементим интерфейсы. Ну, вот для моделей, ну, вот наследование все равно, как ни крути, используется, но используют только для моделей, когда там есть только property и все. Вот тогда, мне кажется, наследование очень хорошо. А так вот, по практике, могу сказать, что все время используются агрегации, ну, композиции как. То есть, особенно через Inversion of Control. Ну, это именно вот так вот у меня по опыту получилось, что без наследования тоже нельзя, мне кажется, что нельзя говорить, что не зло. Надо аккуратно использовать. Ну, для этого я и говорю. Я сделал оговорку, что применяется Solid непосредственно. То есть, люди, которые хотят использовать наследование, они обязаны следовать этим принципам. Те люди, которые не следуют этим принципам, они очень быстро делают код намного хуже, чем он есть. Вот. Как-то так. Так. Ну, ладно. На самом деле, большое тебе спасибо за то, что ты поделился своим знанием. Вот. Я надеюсь, что, guys, если у кого-то остались вопросы, то отпишут тебе в комментариях. Вот. Всем спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Увидимся через две недели. Спасибо большое за докладку. Оasmட! Продолжение следует. Все будет alla chronicлину.